Здравствуйте, дорогие товарищи зрители! Сейчас вы услышите то, что на многое откроет вам глаза и даст вам оружие, то есть железные аргументы в священной борьбе, пусть и бытовой, с дураками и врагами СССР, России, наших великих предков, отдавших свои жизни за нас, то есть за лучшую жизнь будущих поколений. И, наконец, с врагами истины и добра. Вот лишь немного, о чем пойдет здесь речь. Но это то, что у всех на устах и в подсознании, то, что перевернули в сознании народа эти враги с позитивного и просто естественного на негативное, а это ведь была основа разрушения настоящих скреп справедливого общества и основа основ их подлой лжи. К примеру, они врут, что поскольку при Сталине в деревнях не было паспортов, значит, крестьян считали людьми второго сорта и даже крепостными, которые не могли по своему желанию поехать, переехать в города. Еще одна. Крестьянам не платили зарплаты, деньги. А ставили некие палочки, унизительные трудодни. Значит, это был рабский труд. Еще. СССР не был готов к войне. И в этом вина Сталина. Отступление Красной Армии и огромные потери в начале войны были, потому что Сталин расстрелял в 30-е годы высший командный состав. И это плохо. И еще. Генералы Власов и Павлов не так уж и плохи. И даже герои. Они пострадали за правду. Ведь они боролись с тоталитарным режимом. Слышали такое? Может, сами так думаете или думали? Или так думают ваши родные и близкие? Вот-вот. Потому это видео так необходимо всем и каждому, особенно сейчас. Скоро вы узнаете правду. Более того, истину. То есть то, что было на самом деле. Как было и почему. Итак, пришло время все это пояснить, прояснить, осознать о негодяев, кто целенаправленно переворачивал и до сих пор искажает действительность, историю, истину, вывести на чистую воду. И поймете, что по аналогии ложь у них идет во всем. И это их отношение к основам советского строя и бытия до 61-го года будет для вас лакмусом в определении того, кто перед вами находится. Просто дурак, необразованный лентяй или хитрый и подлый враг. А враги наших предков, враги советского строя и России теперь, это и ваши личные враги. Да, именно так должно быть для любого порядочного человека, для которого личные выгоды всегда на втором месте после общественных, а свои желания ниже справедливости, для кого истина превыше всего. В начале будет калаш из видео на 5 минут, то есть о чем пойдет речь в видео, затем само видео. Темы, то есть тайм-коды, минуты по видео, будут в описании под этим видео, которое вы начали смотреть, как и очень важные ссылки. Посмотрите их потом. Но мой вам совет, смотрите все, не пропуская ни минуты. И извините за некоторые наложения и помехи в записи, так как эта беседа, запись, была по скайпу, а он не всегда идеален. Беседа была с профессором Поповым Михаилом Васильевичем. Внимательного и приятного вам просмотра. И не забудьте сохранить это видео, поставить пальчик вверх, написать комментарий, но только после просмотра, а не до и не в процессе. А ссылку на это видео отправить своим близким с просьбой обязательно посмотреть и переслать другим. Ведь это наше общее дело. Обязательно поставьте это видео своим сыновьям, внукам, подросткам. Смотрим. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Так стоял вопрос. Спрашивайте, как Сталин готовился к войне? А как бы вы стали готовиться к войне? У нас система существовала такая, что в городах были паспорта, а в деревнях другой был учет, не паспортный. А мы ведь сначала сделали там столько-то тысяч, потом 10 тысяч, потом 20 тысяч. Только потом пошла коллективизация. Только тогда можно было браться за коллективизацию. За коллективизацию нельзя было браться. Раньше прямо думали, что враги мы с ними целовались, а потом стали друг ругаться. А у нас никакого другого выхода не было опираться на того же самого кулака, потому что он производитель был огромного количества хлеба. А как он был производитель? Ну так, у него наемные были, крестьяне, вот эти же самые берегики, бедники и середники. А потом, когда образовались колхозы, им предложили самим работать. Привезли их на хорошую землю и сказали, вот сколько на работы здесь, все ваше. Так они оттуда поехали, раскопали обрезы и стреляли в учителей, в председателя колхозов. Гитлеровцы дураки, они не видели, с какой скоростью у нас поднимается военное производство. Они должны были ждать. Ждать, когда у нас будет превосходство, военное, силе и техники. Докладываю вам. Как вообще на этом фоне можно обвинять товарища Стави? Дескать, что так медленно поднимаете экономику? Что так медленно? Что так мало производите танков, пушек и самолетов? Сталин, который до этого был только генеральным секретарем, вынужден был стать председателем Совнаркома, по существу, и председателем Государственного комитета обороны, это централизовал все и лично все проверял, и все готовил, и все делал. Потребует что-то еще от Сталина? А как получилось тогда, что столько людей здесь живет, если они здесь живут с паспортами? Как они погло? У них не было, а теперь есть. Вы подумайте вообще, логика какая-то есть, нет? И что сделали потом предатели, которые отказались от диктатуры? Разваливали, разваливали. И сейчас разваливают. И сейчас, когда разваливают, авторитет Сталина растет, тут появились вот у нас такие бойцы идеологического фронта, которые на той стороне этого фронта и пытаются нам доказать, что у нас все было плохо, и все это было. У нас стало плохо становиться после 61-го года. Я даже больше могу сказать, интересно, что собрание сочинений Сталина было остановлено на 13-м томе, а 14-й уже был набран. И его рассыпали. И, так сказать, его нету. Но в Америке напечатали то, что было, так сказать, набрано. Набрано и то, что было, так сказать, уже подготовлено. Причем напечатал Институт войны, мира и революции. И напечатали на русском языке. Почему на русском? Потому что, говорит, Сталин такая великая фигура, что будут цитировать, так они будут с английского переводить там на свой, сначала на русский, и там будет путаница. Раз будут много, давайте мы на русском. А вы уж потом с русского переводите как-то на языке оригинала. В городе трудно было наладить порядок. А там бы в селе был порядок, всех-всех знали. Там все на виду. Заведение паспортов было там, где никакой организации не было. Если бы в городе не было паспорта, в советское время при социализме, уже после войны, значит, дошли до такого пункта, что предметов потребления получали больше, больше, через общественные фонды, чем через систему распределения по труду. Я бы даже еще добавил то, что с чем нельзя не согласиться. Вы хотите, чтобы миллионы людей в связи с индустриализацией переехали из деревни в город, и у нас страна, Россия, в которой было большинство в деревне, превратилась в страну, где большинство в городах, чтобы они поехали туда, где меньше платят. Ну, как вы думаете? Ну, вот вы бы были на месте товарища Сталина. На трудодень полагается. Столько-то ржи, столько-то пшеницы и так далее. Вот то, что полагается на трудодней, трудодень, если у вас 10 трудодней, в 10 раз больше вы получите. Если 100 трудодней, в 100 раз больше. То есть все это было так же, как и здесь, только с той разницей, что вы должны бумажки получаете. И тогда эти бумажки были надежные, потому что сколько написано на бумажке, сколько вы получите. Сейчас написано, пока вы идете до магазина, уже меньше вы получите. А если задержится, то еще меньше, поскольку идет инфляция постоянная. Поэтому такая форма была натуроплаты непосредственно в колхозах. То есть можно сказать так, вот все граждане, товарищи колхоза, производили продукцию, они получали часть этой продукции, потом они могли ее использовать для личных целей, а могли и продать. В колхозном рынке продавайте, никто вам не мешает. И превратите ее в деньги. В городах вы это деньгами платили, а раз колхозники не деньгами, а они платили натуру. И что? В чем проблема? Ну-ка, купите на то, что вы задавали в качестве налога сейчас, вот подоходный налог есть, вы купите на это яйца и сдайте эти яйца. То есть это просто было для упрощения жизни тех же людей? Зачем им превращать? Это надо им идти продавать эти же яйца, чтобы потом деньги уплатить. Вот они и создают эти все байки. И даже они выдумывают все это специально. Причем я думаю, что выдумывают еще и представители или тех, которые уехали уже в другую страну и ненавидят Россию. И ненавистники в России, как и раньше было, еще и в царское время ненавистники России. А и сейчас эти ненавистники есть. И они это все сплетни поддерживают. Ну вот спасибо вам, Юрий Андреевич. Вы помогли рассказать людям то, что я, например, знал и не думал, что здесь что-то особенное. Власовцы, и вот яркий пример нынешних, это тот самый Быков писатель. Буквально четыре пункта содержания его пьяного выступления, известного, нашумевшего в интернете. У Быкова, и он об этом прямо сказал, есть мечта жизни и желание написать книгу о герое Власове. Второе, что в России, СССР в 41-45 году была не Великая Отечественная война, а Гражданская война. Потому что, по его мнению, половина, если не было больше людей, ненавидели советскую власть. И, в общем-то, это была Гражданская война. Поэтому так много предателей, которых мы называем предателей, а они, так сказать, борцами за свободу. Третий, сегодня быть патриотом, говорит Быков, значит быть русофобом. Но четвертое, Гитлер, оказывается, собирался освободить Россию. И Гитлер добился в России той или иной популярности, говорит Быков, если бы его главной задачей не было бы истребления евреев и цыган. Вот такая вот штука. Они ненавидят Россию, ненавидят народ, ненавидят трудящихся. Они, на самом деле, звали этого самого Гитлера, они ждали, когда он придет. Они изменники Родины, и поэтому никакой другой судьбы у них не должно быть, только смерть. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас особое видео. Михаил Вольфович Попов у нас на связи. И мы будем говорить о очень важной теме, и даже, может быть, не об одной. Такие крупные вопросы затронутся. И чтобы такие крупные вопросы рассматривать, нужно руководствоваться не тем, что кто-нибудь что-нибудь наговорил, так сказать. Я пойду по улице собирать всякие сплетни, потом эти сплетни, так сказать, мы обнародуем. Еще раз, так сказать, обольем грязью тех, кто героически боролся против фашизма, восстанавливал народное хозяйство, снижал цены, между прочим. Обеспечивал развитие. Мы же на втором месте находились. А сейчас на каком? А сейчас мы находимся на пятом. По производительности труда мы были на третьем месте. Первое место Соединенные Штаты, второе место Франция, на третьем мы. Где мы сейчас по производительности труда? Не знаю. Тоже дальше, чем на пятом. И вот в это самое время люди, так сказать, которые переживают сейчас откат по существу назад, мы отстаем все больше и больше. У нас сегодня, вот сейчас, у нас нет другой задачи, как нападать на Сталина, когда у нас рождаемость росла, население у нас вырастало, после войны быстро все восстановилось. И сразу, так сказать, отменили карточки раньше, чем во всех странах. Значит, наши колхозы и совхозы обеспечивали, или это все, какие хозяйства обеспечивают то, что мы являемся крупнейшим экспортером вообще хлеба. Это в какое время было обеспечено? В советское время было обеспечено. А то, что мы индустриальные, вы же знаете, что эти все последние годы разрушали, и все советское, так сказать, все местное уничтожали. И если взять, скажем, отечественные самолеты, то у нас на прошлый год, 22-й, было запланировано два МС-21. Два самолета, два, не 22, не 222, и не 2000, а два. Из них оба с американскими двигателями. Американцы сказали так, один двигатель мы дадим, а второй давать не будем. Поэтому выпустили один МС-21. Хорошо, что у нас, так сказать, военное производство не строилось на том, что, так сказать, делается в гражданской экономике. Поэтому оно известно имело самостоятельность, и поэтому у нас есть с чем защищаться, и, конечно, у нас такого нет, чтобы у нас был один военный самолет. Вот, но картина такая. Поэтому вот тут надо, я думаю, сначала по-крупному поставить вопрос, так сказать, а как вообще шло развитие? И саму эту проблему, ведь проблема борьбы с фашизмом сводится не к тому, что кто-то кого-то, значит, расстрелял, или наоборот, не расстрелял. Вот Хрущева, если бы расстреляли, может быть, мы бы сейчас прекрасно жили. Поэтому, так сказать, это и вопрос вот такой, сами понимаете. Поэтому давайте начнем не со стрельбы, и не с наговоров, а с того, как проблема защиты страны стояла, когда, в каком году, как надо брать ее? В 41-м. Если бы в 41-м начали готовиться к войне, я считаю, что мы все были бы разгромлены. Значит, вот у меня перед глазами выступление товарища Сталина на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, 4 февраля 31-го года. И я другие буду называть данные, чтобы слушатели мои не на веру принимали, но, мало ли, пришел какой-то... Сейчас много говорящих голов. Мне лично не нравятся, когда говорящие головы сами от себя выступают. Ни от науки никакой, ни специалисты, ни какую-то организацию не представляют. А вот они наплетут, наплетут. И люди, привыкшие в советское время верить тому, что они увидели или услышали, по-прежнему верят и слушают всякие бредни. Которые у нас преподаются. И как вы думаете, сейчас больше правды подается или больше вранья? Ну, конечно, вранья. Конечно, вранья должно быть. А как иначе, вот как эксплуатировать народ? Надо врать больше. Ну, вот смотрите, вот это, мне кажется, для ответов на все наши вопросы ключевое положение. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Вот давайте представим себя в 31-м году. В 31-м году. За 10 лет до 41-го года. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Вот задача, которая была Сталином поставлена. И решена эта задача была или нет? Она была решена. Это же вообще сказка. За 10 лет. А вы посмотрите. А вы назад открутите 10 лет. И что вы? Да. Можно два раза по 10 назад открутите. Даже три. Что вы себе не представляете? То есть в это время люди, когда такой идет развал, в это время они вылезают с претензиями к тому, кто показал максимальные темпы роста. И так далее. Теперь говорится здесь о войне? Конечно, говорится. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Так стоял вопрос. Спрашивайте, как Сталин готовился к войне? А как бы вы стали готовиться к войне, если у вас крестьянская страна? Тут вы еще рассказываете всякие присказки, что, дескать, вот и крестьяну угонитали, и то не давали, и все не давали. А что, промышленность не устанавливалась? А тракторов не стали заводить? А трактора заводили только для того, чтобы сельскому хозяйству помочь? Только для колхозов? Только для машино-тракторных станций? Только для совхозов? А тракторы должны иметь не для того, чтобы иметь и танковую промышленность? А танковую промышленность мы имели, что ли, в 1931 году? Или нужно было ее создать? Вы за 10 лет могли бы создать танковую промышленность? Вот что? В чем чудеса состоят? что товарищ Сталин, а не только товарищ Сталин, как генеральный, он, между прочим, у него, какая должность была, генеральный секретарь ЦК ВКПБ. Но вы не найдете в собрании сочинения Сталина подписи генерального секретаря. Не найдете секретарь ЦК Сталин. Вот при товарище Сталине, который был выдающимся марксистом и выдающимся организатором производства, выдающимся организатором народа и рабочего класса, вот мы получили за 10, мы действительно эту задачу решили, а именно пробежали за 10 лет то, что другие страны проходили за 100 лет. И тут приходит, вот как раз вы это все перечислили, вот это целая толпа, вот с такими претензиями, а вот вы то не так, это не так. Да это, как говорится, две разные совершенно ипостаси. То, что, что бы вы ни делали, недостатки всегда будут. Более того, что такое социализм? Научное понятие. Я здесь хотел бы вот тоже выступить в двух ипостасях. Тем более, что с одной стороны, я вот профессор по кафедре экономики и права. И знаю это дело изнутри. А с другой стороны, я родом из Тамбовской области, село Староклинское, Первомайского района Тамбовской области. И отец мой из Тамбовской области, и мать моя из Тамбовской области, и тетка моя там жила, и брат у меня двоюродный там, и, соответственно, родственники. И когда мне начинают рассказывать эти сказки, которые сейчас только попутно отмечу, что вот, дескать, вот не выпускали. Ну, как не выпускали? У меня отец, который был в селе, в Тамбовской области тоже родился. Он уже к началу войны находился в Люберцах под Москвой на заводе по производству противогаза. А моя мать, Дрожжина, Пелагея Михайловна, она, которая вышла замуж за Попова Василия Андреевича, она была студенткой третьего курса и здесь блокаду провела. И рыла здесь окопы и противотанковые рвы. Ее вывезли в деревню, в ту самую деревню, о которой вы, так сказать, печетесь вроде бы, как некоторые, пекутся. И прабабка моя, Дарья, ее кормила сначала очень медленно свеколкой, морковочкой и понемножку, чтобы она не умерла, потому что если человек сест, все, конец. Потому что вот она мне показывала вот такие кусочек, которые они тут съедали в Ленинграде. Поэтому, а как они тогда, если не давали паспорта, как они уехали, как мог отец без паспорта? Поехать на завод. А как моя мать могла без паспорта поехать в этот самый, в город Ленинград и поступить в педагогическую университет? Я, между прочим, между прочим, как могло бы такого не быть, но случайно, я когда летом, я приезжал туда, будучи в аспирантуре, и приезжал туда и мальчишкой. Ну, я однажды, я уже был школьник, я был на собрании, на которое решало вопрос, кому из тех, кто собрался в город на, так сказать, работы соответствующие, кому из них выдавать паспорт. И собрание проголосовало, я то, что выдастся, они получили паспорт, уехали. Вот теперь я вот не первый раз уже, я это своими глазами говорил, я сидел, сидел и слушал. И вообще, это детский сад. У нас система существовала такая, что в городах были паспорта, а в деревнях другой был учет, не паспортный. Кто-то переезжал, а переезжали, между прочим, был оргнобор. У нас миллионы переезжали, миллионы из деревьев. Если вы будете рассказывать, что эти миллионы не получили паспорта. Более того, я видел некоторых, я вот сказал про своих родителей, но я знаю, что вот одна моя там знакомая, не родственница, она сюда приехала, и здесь какой-то уборщицей была. Ей все равно дали паспорт. Поэтому давайте эти сказки оставим в стороне. Эти сказки сейчас рассказывают для того, что сами ничего не могут сделать, сейчас ничего не могут быстро построить, создать, сейчас не могут сделать нормальную жизнь, и ничего другого у них не остается, как взять грязи, комья грязи кидать назад. На кого? На того, если бы мы были верующие, должны были молиться, как на товарища Сталина, потому что, ну, кто еще мог за такое время организовать? Он же организовал, не сам же строил, но ни один же Сталина. Он организовал. Извините, буквально, причем, тут важно подчеркнуть, какие сейчас существуют трактора, комбайны, и вообще, так сказать, техника, насколько она поднимает больше веса, перемещает грузы, и какая была тогда? С той техникой такое чудо сотворили. Тысячи заводов за 10 лет построили. Не было. У нас просто никаких тракторов не было, когда начиналось это все делать. А мы ведь сначала сделали там столько-то тысяч, потом 10 тысяч, потом 20 тысяч. Только потом пошла коллективизация. Потому что, ну, только дурак может думать, что вы возьмете и будете агентировать в колхозы. Колхозы создавали бедняки и середняки. В отношении к беднякам и середнякам у кулаков были трактора, у них были машины, у них были соответствующие механизмы. И что эти колхозы могли бы сделать? Ручной труд. И вот тогда, чтобы увидеть, то есть нужно было создать тракторный парк, нужно было создать всю систему, которая будет обрабатывать землю и обеспечивать примат, преимущество продовольствия коллективного, только тогда можно было браться за коллективизацию. За коллективизацию нельзя было браться. Раньше прямо думали, что враги мы с ними целовались, а потом стали друг ругаться. А у нас никакого другого выхода не было опираться на того же самого кулака, потому что он производитель был огромного количества хлеба. А как он был производитель? Ну так, у него наемные были, крестьяне, вот эти же самые бедняки и середняки. А потом, когда образовались колхозы, им предложили самим работать. Привезли их на хорошую землю и сказали, вот сколько на работы здесь, все и ваше. Так они оттуда поехали, раскопали обрезы и стреляли в учителей, в председателя колхозов. Посмотрите фильм «Отец и сын» по сценарию Анатолия Иванова. Посмотрите, как там спарывали животы учительницы, эти самые подкулачники, которые приехали с той земли, на которой они должны были работать. Так просто никто какие-то принуждать не будет. Если кулак начал работать справно, как работник, никто ему не мешал. Они и в советах даже сидели. Так что вот данные. Теперь я хочу усложнить ту задачу, которая была перед товарищем Сталином. И как вы думаете, нам нужно было сражаться с немцами только? Вы с немцами сравниваете наши возможности? В 41-м году мы готовы были с точки зрения того, что нам удалось столько же сделать танков, пушек и самолетов. Я беру не вообще, а современных передовых. Столько? Вы знакомы с статистикой? Так вот, я хочу вам сказать, статистика такова. У нас были все модели передовые, уже закончены разработкой, такие, которые надо размножить. Вот когда вы их размножите, вы будете наступать, делать кольца, делать обходы, делать окружение. Чем вы будете окружать? Окружить надо танки, которые закрывают тех, которые пытаются прорваться и так далее. А что было у немцев? У немцев была вся Европа. И вот то, что вы сейчас наблюдаете, вот вы сейчас наблюдаете, когда против России объединяются все, так сказать, европейские страны, за речайшим исключением, под командой Соединенных Штатов Америки. Это называется фашизм во внешней политике. Давно его, так сказать, практикуют Соединенные Штаты, они во Вьетнаме привлекали другие страны для того, чтобы убивать вьетнамцев. Мы уже тоже с ними там сталкивались. Потом они, так сказать, уничтожили Львославию, тоже там это было не без стран НАТО. Потом они на Ирак набросились. Потом они, это все капиталистические страны, вот пошли уже, Ирак, потом Ливия. И что сделал Гитлер? Гитлер получил свое распоряжение всю Европу со всеми ее ресурсами. А Франция, которая сейчас крутит хвостом, но помогает, так сказать, тем, кто осуществляет фашистские планы Соединенных Штатов Америки, это Франция, она сразу сдалась, несмотря на свою линию жену. Она же практически не сражалась. Вот там некоторые порядочные французы прилетели или приехали к нам, и у нас были соответствующие эскадрильи французские, но вы понимаете, что эскадрильями война не решается. Вот я совсем недавно в нашей российской газете источник очень надежный, сделала специальную публикацию, кто поддерживал Гитлера во время Великой Отечественной войны. Вот я сейчас начну по кругу, чтобы люди знали. Значит, Португалия производила Вольфрам для производства боеприпасов и передавала. В Франции до 140 тысяч человек участвовало в войне на стороне Гитлера до 140 тысяч. Около 130 тысяч мобилизованных, около 10 тысяч добровольцев. Только Франции 140 тысяч дала. 10 тысяч авиационных двигателей, 4 тысячи самолетов, 172 танка, 4695 артиллерийских орудий, 2,3 миллиона грузовиков, автобусов, автомобилей, 5 тысяч паровозов. Это товарищ Сталин не давать, что французы были на стороне Гитлера? Швейцария точные приборы обеспечили Гитлер. Австрия около 1,2 миллиона человек были на стороне гитлеровских войск. 1,2 масштабы видите какие? Сейчас мы можем сравнивать с следующей ситуацией. 507 артиллерийских орудий, 13780 грузовиков, автобусов и тягачей. Нидерланды, Бельгия и Лексенбург. Мелкие государства, маленькие. Около 110 тысяч солдат выстрелы. дивизии, Лангемарк, Болония, Нидерланд, Ландсторм, Нидерланд, Фламандский легион СС. Норвегия, близко к нам, недалеко, 15 тысяч выстрелов, дивизия Норд-Ланд. Швеция, около 10 тысяч добровольцев, добровольцев 10 тысяч, оружие, цветные металлы, сталь, железная руда, кредиты. Чехословакия, как вы думаете? Чехословакия? Там очень должно быть много. 490 тысяч человек, полмиллиона, 1,4 миллиона винтовок и пистолетов, 4246 орудий и минометов, 1633 самолета, 35 танков, 885 легких танков, 75 броня автомобилей, 797 танков, 62 тысяч пулеметов. Это примерно как сейчас рассказывает, какая страна будет передавать украинским сторонником фашизма американского во внешней полиции. Вот мы такие цифры видим. Польша, около 500 тысяч человек. 500. А мы же их освободили, мы за них кровь проливали, они хотели, чтобы мы полезли на крутой берег в Варшаву, чтобы, так сказать, утонуть в собственной крови. Они начали варшавское восстание, чтобы, так сказать, не русские войска, не советские войска освободили, а они. И они там столько людей положили. 621 артиллерийское орудие, Польша, 40 танков, 40 танков, 130 самолетов. Сейчас очень интересно сравнивать с теми данными, которые нам сейчас дают. Финляндия, которая быстренько вступила в НАТО, около 450 тысяч человек поставила, вот, витлеровские войска. 2047 всем орудиям минометов, 86 танков, 300 самолетов. Ну вот, Германия, конечно, она поставила подружжью 4 миллиона 50 тысяч человек, в том числе более 3 миллионов 300 тысяч пехоты, 650 тысяч в ВВС, в ВВС 650 тысяч, 100 тысяч в военно-морском флоте. За все время введения боевых действий около 17-20 миллионов человек. И вот, товарищ Стардак, тут еще есть другие, друзья, Испания, 50 тысяч, добровольцев, голубая дивидия, Италия, 335 тысяч, но они самостоятельно воевали, но вместе с немцами. Хорватия, 110 тысяч, Венгрия, 400 тысяч, вот они там колебания проявили, а тут без колебаний было 400 тысяч, Албания, 7 тысяч, Румыния, 500 тысяч. Болгария не поставляла, атаки на советские подлодки, охрана немецких конвоев, организация военно-санитарного поезда, проведение карательных операций. Вся Европа, вся Европа, и как вы думаете, товарищ Сталин, будучи таким достаточно мудрым и умным руководителем, не понимал, что такое, и вы считаете, что гитлеровцы дураки, они не видели, с какой скоростью у нас поднимается военное производство, они должны были ждать, ждать, когда у нас будет превосходство военной, силе и техники. Докладываю вам, что с 42-го по 44-й год производство у нас танков, пушек и самолетов, всей военной техники выросло вдвое. За это время цена на танки, пушки и самолеты снизилась вдвое, потому что цены у нас соответствовали затратам труда, а не по принципу лишь бы там надуть. так, и следовательно, вот с 44-го года безраздельное было превосходство, но это 44-й год, это мы вот считаем с вами с 31-го года, это всего 13 лет, 13 лет, когда мы получили превосходство, до этого, так мы превосходство на Германии получили, а здесь посмотрите, что мы сейчас вот зачитали, эти цифры у вас останутся. Значит, как вообще на этом фоне можно обвинять товарища Сталин, где сказать, что так медленно поднимаете экономику, что так медленно, что так мало производите танков, пушек и самолетов, а с теми, кто, так сказать, с этим путем и с этим, с этой гонкой не сочетался, кто решал другие вопросы, их, безусловно, самым жестоким образом с ними разбирались, потому что иначе мы бы порвали все. все бы пропали. Вот. А теперь, значит, у меня есть, это, так сказать, данные, я уже дал основные, с 42 по 44 год два раза вышли. И вот все это новые модели, которые у нас были, они стали с 44 года превосходить по количеству уже, не по качеству, по качеству они уже превосходили, а по количеству. Немецкий, и мы тогда, вот тогда можно сделать обходы, тогда можно делать охваты. Ну, хорошо, вы можете какую-нибудь танковую армию окружить, что ли, пешими, солдатами, это смешно. Теперь я хочу сказать, что я ознакомился с тем, как шла подготовка к войне, и как вот это самое передовое оружие снабжалось. Есть такая вот книга «Оружие Победы». Все знают основную пушку, которая была у нас в войну. Это Грабина пушка. И она же стояла на танке Т-34. Вот я прочитал внимательно «Грабина. Оружие Победы». Эту пушку строили не в ведомстве Троцкого, а в ведомстве Орджоникидзе. Потому что Орджоникидзе, который отвечал за тяжелое машиностроение, у него были КБ и соответствующие предприятия, которые могли построить пушку. И вот эту пушку без ведома Тухачевского, который непосредственно отвечал за готовку вооружения, создали конструкцию Грабина и решили повезти ее на осмотр. А краска была только оранжевая. Оранжевую краску покрасили, повезли ее, приехали в Москву, приехали туда, где должны быть завтра крельбы, и которые будут проводить Сталин, принимать. и закрыли ее в сарай. Утром проходит Тухачевский, открывает, это я со слов Грабина автора рассказываю, открывает сарай, видите, да это что за чудище? Оранжевое. Это не будем показывать. И закрывает. Товарищ Сталин открыл утреннее совещание, и вот так, так, и так, так, мы будем сейчас стрелять, и будем стрелять, пока не лопнет, так сказать, пока не, вот, засчитать, сколько, сколько она может выстрелов, сколько времени выдержит при постоянной стрельбе. И вот, значит, а перед началом Троцкий прошел, сказал, ваше выставлять не будем. И тут Грабин после выступления Сталина, когда Сталин говорит, есть вопросы? Есть. Вот мы привезли хорошую пушку, очень хорошую, а товарищ Троцкий не хочет давать ее стрелять. Сталин говорит, а вот давайте с нее и начнем. И поставили ее стрелять. И стреляют, и стреляют, и стреляют, и все ждут, когда она, знаете, разогреется, и там, значит, трещины пойдут. Она, конечно, разогрелась, никаких трещин, стреляют безупречно. И Сталина остановила эту стрельбу через известное время, больше, чем полтора часа, сказал, мы эту пушку берем на вооружение. Это вот стало, было основной пушкой Великой Отечественной войны. Так. Теперь вот есть другая, это вот книга Грабина самого конструктора «Оружие победы». Надо слушать всякие там разговоры, которые нам, сказать, в основном с Запада подкидываются, но и не только, всякие обывательные. Вот Голованов. Голованов был гражданский летчик, но мечтал научить самолет ночью летать. И однажды под Новый год в конце сорокового года он на одном из вечеров, так сказать, рассказал об этом своему товарищу. А товарищ в Ставке работал у Сталина. И говорит, вот такая у меня задумка, что сделать, ночью летали самолетом. Но этот говорит, это вы рассказать, напиши Сталину. говорит, я написал, думаю, ну, что, написать-то написал и все отдал. И вот он уже в сорок первом году в начале отправляется вместе с семьей на отпуск в аэропорту. Вдруг подходит двое, Голованов, вы, я, поведите с нами, отдайте свои билеты, все, до свидания, предупредите, что с вами все будет хорошо, но вы туда не поедете, а вы поедете с нами. Ну, и говорит, сажают машину, доезжаем до Лубянки, говорю, ну, вот, наконец, я дописался. Проезжаем Лубянку и заезжаем в Кремль и раз направо поднимаемся наверх на четвертый этаж. Сидит один Сталин. Так, и говорит, это вы, Голованов, я, Голованов. Ну, мы будем ваше предложение реализовывать. Пошли, так сказать, рядом сидит Политбюро, пошли вместе вдвоем, говорит, вот, товарищ Голованов, это, вот, я вам зачитывал его письмо, ну, что, ну, сделаем ему полк авиационный для начала. У вас есть звание? Нет звания? Ну, полковник. И, так, значит, сколько вы получаете? Да, мне, говорит, деньги нет. Ну, как, у вас семья есть? Есть. как, семья должна быть обеспечена. Вот, деньги, и вот, и начали, говорит, мы этой, создали, такой, целый полк, этот полк, день, днем и ночью, готовился днем, а ночью летал. И, и до того, долетались, что пришла инспекция, и проверял у них строевую, а строя, какая строевая, они не ходили строевая, они все готовились. Ну, все, этот, думай, долетался Голованов. Поехали, они пока не трогают, поехали, опять отдыхать, и опять только пришли в аэропорт, тут же подходят опять двое, и говорят так, Голованов, Голованов, поехали, вот, отдайте свои там, ответить, что у вас там, чемоданчики, отдайте, и семье, скажите, что вы, как, на работу. Приезжают той же дорогой, уже тут думают, ну, теперь мимо Луганки уже не проедут, завернут, не, не завернули, поехали опять в Кремль, сидит один Сталин, туда же завели, он четвертый этаж, да, говорит, Альгала, вы, наверное, понимаете, что я, как верховный командующий, не могу вас допустить, чтобы у нас разрушалась армия, сколько-то, как-то у вас не было, строевой подготовки. Придется вас подчинить непосредственно ставки. То есть, я его вывел из подчинения этих войск, и в июне 41-го года дальняя бомбардировочная авиация главана бомбила в Берлин. Это, наверное, некоторые вот вершки, такие знают люди. Но, чтобы она прилетела в Берлин и бомбила, но нужно было проделаться. Очень большую работу. Шахурин, крылья Родины, рассказывает о том, как готовился товарищ Сталин к боям самолетным. Ну, товарищи, обвиняющие, вообще не готовы, не готовы. Так вот, значит, пригласил он, молодой человек, на уровне 20 с небольшим, назначил его министром. Министром, который ваша задача одна. Каждый день на пол самолета делать больше, чем вчера. И все. Больше ничего не надо. А если будут какие-то вопросы, и вам кто-то мешает, и вам нужно помочь, вот мой телефон. Ну, Шахурин говорит, да что, какой телефон, я все буду делать. И началось. Идут как грибы эти самолеты, все больше и больше и больше. От этого зависит вся обстановка, только это на фронтах. И вот, битва под Москвой, туда едут сибирские полки, а оттуда идут раненые. Никто не пропускает поезда с песком. А песок нужен, чтобы делать алюминиевые заготовки для самолетов. Я, говорит, везде звоню, я министр, министр. А дежурные там тетеньки говорят, у нас тут раненые, а тут идут воська в Москву защищать, и все, и нарезают. И вот я, говорит, ходил, ходил около этого телефона, номер, который мне дал Сталин, позвонил, тоже послушал так, Сталин говорит, ну, будет вам песок. Песок пошел. Вот так, а тут рассказывают, как не готовились, готовились, вовсю готовились. И Сталин непосредственно смотрел за этим, наблюдал и помогал всем, тем, кто напрягал все силы для того, чтобы подготовиться. И с 42-го по 44-й год мы решили главную задачу. Мы превзошли Германию фашистскую со всеми ее сателлитами по производству танков, пушек, осмолетов, передал их. у нас вроде бы их много было, а вот таких передовых, которые, кажется, могут другие избивать и побивать. Тогда появились и окружение, и, так сказать, котлы, потому что вы если кого-то закрыли в котел, чтобы он не вырвался, вам надо иметь могучую силу, которая заталкивает обратно тех, кто прорывается. Вот, если говорить, а ведь надо было еще передвинуть всю промышленность на восток. Промышленность, у нас всю промышленность, половину промышленности перевинули куда? В могилу после 61-го года. Поэтому подготовка была настолько интенсивная и тяжелая, что вся страна превратилась в военные влаги. Сталин, который до этого был только генеральным секретарем, вынужден был стать председателем Совнаркома, по существу, и председателем Государственного комитета обороны, централизовал все и лично все проверял и все готовил и все делал. Потребует что-то еще, от Сталина. Но вы, наверное, может быть, вы слышали выступление Сталина на 19-м свете. Это выступление человека, который полностью уже изношен. Полностью изношен. Потому что ни сна, ни отдыха, ничего не было. А у него и болезни были. Он же в ссылках был. Он замерзал. И так далее. Поэтому, мне кажется, вот эти вот некоторые заявления такие броские, где сказать, вот, там, не готовились, там, все плохо, они, честно говоря, они некрасивые, некрасивые и несправедливые. А теперь, значит, с второй частью, это по поводу колхозников, мне легче говорить, потому что я все-таки из Тамбовской области, и там у меня и тетка родная, и брат двоюродный, и я там каждое лето. И даже в аспирантуре я там был, я два месяца там пробыл, читал себе для подготовки кандидатского экзамена капитал Маркса. И, так сказать, я там был в курсе дела всего. Что я хочу сказать. Я уже говорил, что если бы не пускали, не давали паспорта ни моей матери, ни моего отца не было бы этих паспортов. Потому что они, я-то, они-то были в другом месте. А вернулись, мать после блокады приехала в деревню, а отец на костылях, поскольку он получил два ранения, одно из них в голову. Потом они приехали в город, хотя я уехал раньше со своей теткой. Но, когда я там присутствовал и готовил свои дела летом, я однажды был на собрании. И на собрании там решался вопрос, кому выдать паспорт, а кому не выдать. Вот. И всем тем, кто просил, выдали. Но для этого требовалось решение собрания. Почему? Потому что, во-первых, очень многих людей направляли в город по специальной заявке, которая оргнабор называлась. Оргнабор это значит, что нужно было из крестьянской страны сделать статью в страну промышленную. То есть, не только нужно было не давать, а нужно было набирать там, привлекать и сделать более высокие зарплаты, чем у колхозников, чтобы оторвать от их земли, чтобы они поехали. Ну, от земли, от семьи, от привычной жизни, чтобы они поехали в город. А в городе надо было построить дома, а в домах надо было построить соответствующие квартиры и так далее. Так вот, по органабору туда переехали миллионы. Эти миллионы что, без паспортов, что ли, пришли? Ну, что за разговор? Это во-первых. А во-вторых, вот я свидетель того, что вот на том собрании, которое обсуждалось, они, конечно, там говорили, что сожалеют, что молодые ребята их покинут, но, тем не менее, препятствий таких не было непреодолимых. Более того, значит, тетка моя, которая, говорят, вот там, так сказать, душили там работы, тетка моя, когда пришла очередь ей оформлять пенсию, а пенсию можно оформить, если найдешь за пять лет хотя бы. За пять лет документы о том, что она работала в колхозе. Ну, вот, а у нее нету. Я пошел вместе со своим еще таком старичем в архив в городе Бадыбленск, и там в архиве они не нашли, а мы нашли упоминание о том, что она вот была в такие-то дни работала в колхозе. Те, кто работали в колхозе, получали пенсию. Пенсия, как у нас, у всех зависит от того, какая зарплата. Ну, у рабочих-то нечего было кушать, кроме того, что, так сказать, он купит на рубли. А у колхозников, конечно. Вот, например, у меня ни дед, ни тетка богатыми не были, ни коровы у нас не было. А у прабабушки коровы было. А раз корова была, там и масло было, и молоко было, и прочее с этим связано. Поэтому прожить можно было в деревне. Хлеб в магазине был, и свой пекли хлеб, и так далее. Поэтому страшные картины, это не надо расписывать. Это можно расписывать тех, кто все время прожил в городе и не видел. Вот что мог ответить на вот эти такого рода заявления, что не давали, ничего не делали. А как получилось тогда, что столько людей здесь живет, если они здесь живут с паспортами, как они могли? У них не было, а теперь есть. Если не давали, так значит, у них не должно быть паспортов. Вы подумайте вообще, логика какая-то есть, нет? То есть не надо, короче говоря, петь чужого голоса, это я бы очень посоветовал. Тем более, не надо валить таких людей, которые сделали то, что они сделали, очень мало кто может сделать. Это великие люди, великие люди, велики своей работой и своей борьбой. Такого большого добра для Советского Союза, для России, для вообще, для других стран мира, для трудящихся, которые сделал Сталин и которые, так сказать, делал Ленин и делала большевистская партия. И что сделали потом предатели, которые отказались от диктатуры, разваливали, разваливали. И сейчас разваливают. И сейчас, когда разваливают, авторитет Сталина растет, тут появились вот у нас такие бойцы идеологического фронта, которые на той стороне этого фронта и пытаются, так сказать, нам доказать, что у нас все было плохо, детская, и все так было. У нас стало плохо становиться после 61-го года, когда выкинули из программы диктатуры патриата, а после 56-го года, когда Сталина обвинили во всяких смертных грехах. И вот есть документы, в том числе и американский профессор Нигаун издал книгу, в которой написано, что все, что написано было про Сталина плохое на 20-м съезде, все ложь. Да, эту книгу я тоже читал, смотрел, штудировал, то есть там по всем пунктам буквально прошелся этот человек. Да, причем я даже больше могу сказать, интересно, что вот собрание сочинений Сталина было остановлено на 13-м томе, а 14-й уже был набран, и его рассыпали, и, так сказать, его нету. Но в Америке напечатали то, что было, так сказать, набрано. набрано и то, что было, так сказать, уже подготовлено. Причем напечатал Институт Войны, Мира и Революции. И напечатали на русском языке. Почему на русском? Потому что, говорит, Сталин такая великая фигура, что будут цитировать, так они будут с английского переводить там на свой, сначала на русский, и там будет путаница. Раз будут много следовать, а мы на русском, а вы уж потом с русского переводите, как это, на языке оригинала они издали. Как сейчас вот опера, она поет на языке оригинала. Вы сейчас пойдете в оперу. Никто, если это будет опера, которая на французском языке, так и будет ее слушать. На итальянском, так на итальянском, а на русском, так и на русском. Вот такая картина. Михаил Владимирович, вот я прошу вас, знаете, ответить на какой вопрос, а то некоторые нам напишут, что вы не раскрыли тему до конца, все-таки почему у крестьян в деревнях, колхозах не было паспортов изначально, потом давали им, давали, когда уезжали в город, это понятно, почему не было паспортов изначально и меня не было, и у вас не было изначально. Поэтому на этот вопрос глупо, потому что так было, потому что колхозы были самостоятельные, и поэтому заведение паспортов было там, где никакой организации не было. Если бы в городе не было паспорта, то это там могли бы быть и банды, и убийства и прочее. Поэтому в городе трудно было наладить порядок. А там в селе был порядок, всех-всех знали. Вот я, например, фамилия Майя Попов, но никто не знает никакого Попова. Мы были Юрковы. А вот мои родственники, прабабушка, они там Карамновы, но они везде Масягины. Там все на учтении, там все на виду. Там вот паспортов. То есть не было паспортов деревня и за ненадобности. Вот не нужно было. И за ненадобность. Не нужно. А списки были все в сельсовете, все переписаны, фотографии все были. Поэтому все, если вы даете сельсовета, вам нужно там 15 минут, чем проблема. Вот и все. Так что, придумывать. Всегда чего-то не было. Вот меня не было до 45-го года, от 45-го я есть. У вас не было хоть вы и вопрос интересный задаете. Да, это все правильно, понятно, но поверьте мне, психологически, я вам сразу скажу, люди действительно этого не понимают, и вроде бы у них складывается ощущение, что действительно было что-то несправедливое. Поэтому и важно это пояснить, вот эти нюансы. несправедливость и равенство, говорил Ленин. Первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Само распределение по труду несправедливое. У одного большая семья, у другого маленькая, а получают не от количества семей. Но, в советское время, в советское время при социализме, уже после войны, дошли до такого пункта, что предметов потребления получали больше, больше через общественные фонды, чем через систему распределения по труду. Самые главные расходы какие? Вот, это что? Это жилье. Вот я сейчас... Кстати, мы с женой своей, этот клич о том, что давайте заводите себе частную собственность на жилье, не откликнулись на него и никаких ваучеров не получали. И поэтому мы прекрасно живем в этом основе найма. И когда собирают этих собственников квартир, и они опять решают, как им быть, нас это не касается, потому что нас представляет Выборгский район и его администрация. И когда приходят сюда люди по хозяйственным делам, там, водопровод или еще что-нибудь, они спрашивают, ну, вы, конечно, собственник. Нет, мы, конечно, не собственники. Ну, значит, вам бесплатно. Сейчас бы. Да, да, да. Николай Васильевич, теперь такой момент, как-то глубже вникать в это дело. То есть всякие оформления и всякие бумаги и прочее нужны для чего-то. Они сами по себе. Поэтому я сейчас задам вам следующий вопрос, но маленький комментарий там. Поэтому здесь, говоря о паспортах в колхозах у крестьян, мы и не должны говорить о справедливости либо несправедливости, просто вы ответили, что они были просто не нужны. Я бы даже еще добавил то, что с чем нельзя не согласиться. Вы хотите, чтобы миллионы людей в связи с индустриализацией переехали из деревни в город и у нас страна, Россия, в которой было большинство в деревне, превратилась в страну, где большинство в городах, чтобы они поехали туда, где меньше платят. Ну, как вы думаете? Ну, вот вы бы были на месте товарища Сталина или правительства и так далее. Вы должны сделать так, чтобы было выгодно уехать из деревни и что все выехали. Поэтому это совершенно нормально. Рычаг экономический был, чтобы люди ехали на завод. И поэтому вот у меня на заводе уже работал товарищ, отец мой, в Люберцах, под Москвой. Ну, пошел покурить, когда завод эвакуировался, а поезд ушел. Тогда пришли военные. Нет паспорта? Хорошо. Идешь под Сталинград. Пошли, пошел под Сталинград и с двумя ранениями вернулся домой в село Староклинское Первомайского района Тамбовской области. Да, Михаил Васильевич, поясните немного про трудодни. Что это такое и почему? А трудодни это такое. Значит, я это хорошо знаю по одной простой причине, что моя тетушка, у которой я летом находился и решал свои эспиранские дела, готовился по экзамену кандидатскому ей сказали, что для того, чтобы вы получили пенсию, вам нужно хотя бы какую-нибудь вам нужно представить документы о том, что вы в течение пяти лет работали в колхозе. А это значит, что если вы за это какой-то год найдете документ, какой-нибудь, любой угодно, там, справка, отчет, задание и так далее, вот если найдете, администрация там этого по бумагам не могла найти. Я пошел, разрешили мне там поискать, я провел часа два и искал всякие справки, документы, из которых можно увидеть, что вот моя тетка работала в колхозе по какие-то годы. И нашел я и на пять лет приехал, и она, и мне, и моему коллеге, который тоже готовился, она стала вместо одного яйца давать два. Так что нам сразу... То есть требовалось поработать, а работали, если некоторые люди не работали в колхозе, но их не заставляли, они работали дома. Но если они работали хоть пять дней, хоть один раз в году, это считался в стаж, и тогда делали пенсию. А платить пенсию с какой стати? Тем, кто ни разу не работал в колхозе. Вот объясните мне. Пенсия же платит государство, государство соединено с колхозами в единую, так сказать, единицу общественную. Поэтому тем, кто участвовал в общем разделении труда, а не только работал у себя на участке. А на участке, вот, например, мои родственники, они лук выращивали, а потом осенью приходили эти люди, которые скупают все. Они же сами не поедут на рынок. И вот они им отдавали и тоже получали какую-то себе прибавку. А от колхоза, от колхоза что получали, то и получали. Кто сколько работал? Вот некоторые люди говорят, ну вот в колхозах деньги изначально платили, до каких-то годов не было и пенсий, а были вот трудодни, в конце года люди натурой получали резерв, но еще чем-то, так сказать. Вот при этом, я видел, привезутся, копнул, копнул соломы. Там вот, в этой деревне, может быть, сейчас уже там железные крыши, там крыши все соломные были. Может быть, один только дом с какой-то железной крышей, школа. Вот, а, так сказать, солому, значит, на трудодень полагается столько-то ржи, столько-то пшеницы и так далее. Вот то, что полагается на трудодней, трудодень, если у вас 10 трудодней, в 10 раз больше вы получите, если 100 трудодней, в 100 раз больше, то есть все это было, ну, так же, как и здесь, только с той разницей что вы должны бумажки получаете и тогда эти бумажки были надежные потому что вы сколько написано на бумажке сколько вы получите сейчас написано пока вы идете до магазина уже меньше вы получите если задерживаться чем меньше поскольку идет инфляция постоянно поэтому такая была натуроплаты непосредственно в колхозах то есть можно сказать так вот все граждане товарищи колхоз производили продукцию они получали часть этой продукции потом они могли ее использовать для личных целя могли продать и на этом рынке продавайте никого не мешает и превратить ее в деньги и все а зачем туда-сюда гонять они же будут покупать вот хлеб до хлеб у меня тетка пекла и про бабка пекла а но могли пойти я сам ходил иногда за хлебом раз в неделю когда я там был дополнительно а так вот такой большой круглый хлебище в русской печи красота одет делалось все из фасоли вот такие фишки в русской печи очень вкусный давал нам ребятам такой погрызть то есть по крайней мере мясо никакого у нас вот я лично в деревне никакого мяса не ел там не было почитайте хорошо считаете плохо у кого там были там барана а вот парайсвернок был поэтому сало было сало было а на нем поджаривали что-то с ним ели квасу было залейте сколько хочешь конечно очень вкусный квас мой отец все пытался здесь такой же квас зависит ничего не получил тогда тогда такой сразу вопрос а вот про налоги так называемый что если человек заводил корову другой какую-то живность и так далее он был или там куры у него были он должен был сдать определенное количество яиц там молока мясо сливок там и так далее государству ну так одни в городах вы это деньгами платили а раса на полгоники не деньгами они хватили натуры и что чем проблема так ну кай купите на то что вы задавали в качестве налога сейчас вот подоходный налог есть вы купите на это яйца и сдайте эти яйца самую налоговую средства просто было для упрощения жизни тех же людей если зачем им превращать это надо институт продавать если же яйца чтобы потом деньги уплатить или зерно например зерно зерно было овощи были вот но видите как переворачивают простые вещи вроде бы понятные когда начинаешь разбираться и рассуждать как враги народа переворачивают это в то что якобы это злодеяние власти они даже может не враги вот переворачивают враги народа вот повторяют они враги люди очень коверчивые значит дорогие товарищи обращаюсь к вам что я свидетель того как людей обманывают страшно обманут по всем вопросам по всем абсолютно если вы видите на прочитают или выступит по телевидению или выступит в интернете в основном ложь в основном ложь причем вот недавно тут у нас заплатила одна держательница канала 170 рублей так сказать 170 миллионов хоть и не хотела отдавать потом отдала горитая просто ашлыбалась налогов то есть они какие-то бешеные деньги имеет которые мы с вами никогда не видели я думаю что и не скоро и увидим поэтому вот они создают эти все байки и даже они выдумывают все это специально причем я думаю что выдумывают еще и представители или тех которые уехали уже в другую страну и ненавидят россию и ненавистник в россии как и раньше было еще и в царское время ненавистники россии а и сейчас эти ненавистники есть и они это все сплетни поддерживают ну вот спасибо вам юрий андреевич вы помогли рассказать людям то что я например знал и не думал что здесь что-то особенное сам я эту глупость не слушаю и сразу отмахиваюсь говорю что это чушь собачья это очень важно поэтому я вот чем располагаю тема то есть никакой из науки я конечно могу добавить к этому науку и сказать если вы хотите рисовать социализм как беспроблемное общество в котором нет противоречий в котором нет борьбы противоположностей в котором нету скажем антисоветской борьбы со стороны рабочих даже или борьбы некоторых колхозников против колхоза если вы так хотите рисовать то вы ошибаетесь вот у меня брат родной украл два не два колоска два мешка колхозного зерна его посадили вот он выжил и дальше работал в колхозе он ни на кого не обижался на кого бежать конечно ни на кого не обижался и ничего от него плохого я про колхоза не слышал ну он как говорится что сделал да то получил а что делать было а зато при хрущеве началось мелкие хищения не надо никого трогать просто каждый день уноси по 50 рублей значит за 10 дней до 500 рублей за 100 дней 5000 и так далее то есть началось началось и сейчас можно 100 человек убить и смертной казни не будет и сотни человек и убивают ну как так вот у нас недавно под ленинградом два человека молотками забили девочку и что а что в девочке нет ну я все равно нет а этим не будет смертной казни а почему а в америке смертная казнь есть а мы такие добрые стали кому мы стали добрые мы стали добрыми не к девочке к этой а мы стали к убийцам и всяк проходимцы в этой связи михаил асящич 2 тут хотел бы добавить сказать но вот насчет этой тотальные лжи но ничего удивительного ведь гиббельс еще говорил что ложь сказанная повторен ты еще раз глазах обыватели становятся правдой да как бы и это ученики это ученики последователи того же самого гиббельса вот все те кто вру ненавидят россии сделать все чтобы вызвать в народе как бы ненависть и презрение к своей же родине и к своим средкам это сколько уехала за границу врагов россии садуру и впрочем здесь таскать они из-за каким тюрьма по ним плачет они за границей они стараются и себя оправдачей сказать плохая она то плохо это плохо знаете так это как знаете огромное количество людей пишут вот я ненавижу например но другими словами там советскую власть потому что моего деда или там прадеда кулака то есть мол это положительное что-то в его глазах он так считает ни за что там арестовали сгнобили или расстреляли ну да допустим у кого что а ведь кто такие кулаки но впрочем мы сейчас об этом говорить не будем ростовщики на селе вы об этом говорили во многих своих лекциях это понятно я бы с другой хотел здесь сказать вот я привести пример такой был такой великий разведчик выдающийся карпов он написал потом впоследствии книгу генералиссимус по ней сняли даже фильм великолепный фильм документальный который к сожалению показали только в беларуси больше нигде на территории стран так сказать снг бывшего советского союза нигде а он сидел по 58 статье вот почему о нем никто не говорит потому что все эти враги народа они ну а что они могут сказать человеку который сам сидел по 58 статье вышел искупил вину кровью заслужил все ордена практически страны в том числе героя советского союза и который сказал правильно меня дурака посадили правильно тогда когда все как один должны были ну стать стеной так сказать угрозе этой мировой который над нашей страны из-за тридцатые годы а я своими с дурью повторяю анекдоты глумясь можно сказать над какими-то святыми вещами трудом там и так далее я на врага по сути работал правильно меня посадили вот как должен говорить и это естественно честный порядочный человек который осознал это он искупил вину он стал тогда давали за двадцать пять офицеров автоматически герои в плен взятых автоматически вот как 10 самолетов сбил давали герои советского союза за 25 разведчиков тоже так вот за 25 офицеров а он ну ему конечно поскольку он рак народа бывший мы не дали там решили где-то на местном уровне так сказать командование и когда он уже семьдесят восемь человек офицер семьдесят восемь взял 7 ему над там командующий фронтом лично это просто уже вот я себя человеком считать не буду далее естественно потом стал выдающимся и в том числе и ученым и писателем много кем и вот такой пример который очень боятся те кто не хотят чтобы люди узнали правду вот я а вот сейчас знаете давайте наверно подождите такой момент еще добавить примерчик потому что я вот я быть у вас выступал то сказать как ученые доктор философских наук там таки это а тут у меня вот я на все-таки рожденные на селе и вот у меня два деда один дед он вот погиб под старой руссой был политрухом сына своего назвал ким коммунистической интернациональной молодежи вот а второй дед а второй дед вот это отец моего отца вот он колхоз не пошел ему доскать его как рассказывают прямо что делали с теми кто не пошел колхоз вот он не пошел мы его уговаривали уговаривали он защитит нет я не пойду тогда его посадили в погреб чтобы он посидел до утра утром открывает спрашивает ну как пойдешь колхоз вот не пойду выходе и все и отстали от него потом проходит какое-то время колхоз то не тоже не получался здорово всех в лошади пропали какой который были их там заносили искать и оттерли и так далее приходит этому деду моего а он такой наборный это же так говорит ну что них нету забирайте мою лошадь отдал лошадь а потом я уже к нему приезжал катера довольно взрослым объяснял мне что коллективизация необходимо без коллективизации ничего бы не было то есть люди по-разному это понимали это такой перелом жизни людей и вообще надо не надо забывать теорию что вообще не только переходный период к социализму он переходный период это же борьба капитализма социализм это война капитализма социализм но и сам социализм это общество противоречивая здесь есть позитивные и отрицательные тенденции вот все вот эти гады которые вы родители негативные тенденции они везде будут лить всякую грязь против социализма или а мы будем безусловно борьба идет борьба идет и внутри самого же человека так сказать как вот извечная борьба добра со злом так сказать личных желаний с пониманием что все-таки ты человек так сказать ну коллективное создание существа и может быть хорошо и счастлива только тогда когда и другим хорошо и счастлива вокруг тебя сколько мы боролись с этим компьютером чтобы запись была хорошая тоже это значит можно было сказать что это специально нам мешает да нет не специально просто не все сразу получается и все сразу получается я и жизнь это борьба вообще жизни есть борьба да это так вот знаете закон чтобы закончить окончательно вот тему по так сказать крестьянскому вопросу но темам поднятым сейчас да я бы хотел вот отрывок самая последнюю часть письма я вам вот михаил скидывал два таких письма людей которые из-под видео о директоре совхоза на великолепный фильм вы потом обязательно посмотрите это вызвало да это просто сильные какой человек да какие люди были но так вот я имею ввиду директора того совхоза и директора совхоза и что я хочу здесь сказать и вот письмо завершу чем и скажу что в этом то он прав но это не есть то самое противоречие по сути вот смотрите что написал человек василий черноусов он в конце своего такого написал следующее и как это концу 70-х годов развал колхозов то есть они просто не могли существовать да и давайте еще один фактор он пишет не будем забывать поголовные хищения и вот все дальше что он пишет негативные да это уже началось это было но и совершенно никак не опровергает то чем мы говорим этаж что ведь 61 года вот миха ловить уже сказано чипа сверху уничтожение начала чего я хотел с уничтожение тс где было это не отдельные станции это была единая система которая имела контракты с колхозами по этим контрактам колхозники отдавали там хлеб и другую продукцию а получали все что необходимо и в том числе и деньги вот от через мтс уничтожил кто уничтожил хрущев хрущев вот как раз он могильщик колхозов и могильщик нашего продовольствия и сельское хозяйство и все равно сельское хозяйство тем не менее в россии не умерла не умерла потому что люди не умерли и на этом стоят и не только рассказывать что те плохие и эти плохие а стараются в этих условиях какие есть поднимать сельское хозяйство как и в промышленности есть такие люди на них и держится вот наша жизнь современной россии они на тех которые стоят в стороне это у вас не получилось еврей андреевич а это у вас михаил васильевич не получилось или это ваши предшественники так виноваты об этом те виноваты учет эти самые в суде что ли только у вас это не мантия не надета ничего одевайте мантию и сидите тогда только не надо так много потреблять поэтому развал как раз и колхозов и села не в девяносто первом году начался от первого года грубо говоря если так вот поэтому раньше начали уже сажать машино-тракторной станции несколько лет до говорю примерно потому что ясно что там и пятьдесят шестой год определенная дата ключевая потому что тот же куча шесть шестьдесят пятый когда у нас во главу угла поставили прибыль рентабельный объем реализации то есть день до во всей промышленности и во всем сельхозяйств поэтому пути самые реформы которые считают выдающимися и прекрасными таска теме что при хрущеве начались это как раз и начало краха того самого разрушения советского строя и на него еще если с точки зрения контрреволюционной и антисоциалистической и они действительно громадную роль сыграли в уничтожении россии у россии выставила когда и да и можно тогда не удивляться вот кто историю хоть немного знает что вот те самые события новочеркасски это как раз следствие тех самых изменений коренных которые хрущев сотворил вот с кликами начиная могло такое быть чтобы взяли повысили цены а по смыслам ростом производительности труда что происходит со ростом производительности у нас количество труда который сохраняется в продукте уменьшается 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 то есть цены должны идти вниз но в разной степени в ракахте а просто вверх никак не может быть это антинародная политика повышение цены сейчас она идет семимильными шагами сейчас сделано как у кейнса инфляция инфляция то есть вам заплатили зарплату а вы получите к концу года все меньше и меньше и меньше потом опять поднимут до той же величины пила и опять все меньше и меньше и меньше то есть понижение уровня среднего уровня трудящих вместо обеспечения полного благосостояния свободного всестороннего развития всех членов общества это вытравил из программа хрущев да то есть перестали не бой борьба была не за прибыль а за снижение себестоимости продукции для обеспечения таскать трудящихся всем необходимым и собственно показатели были это прежде всего номенклатура то есть что производить то что нужно для жизни народа производительность труда что нужно для технического прогресса и и сибирь и себестоимость себестоимость чтобы на все вниз 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 до микросович ну давайте тогда я пару слов буквально скажу вот мечтал три года уже сделать руки не до статью начал писать но вот сейчас хотя бы кратко потому что к теме мы это и подошли говоря о великой отечественной войне ведь мы не затронули тему предательства там власовщины но по большому счету те самые власовцы и вот яркий пример нынешних этот самый например ну к примеру быков писатель но который там у него земель труд фамилия но я все-таки скажу пару слов вот я буквально четыре пункта содержание его пьяного выступления известного нашумевшего в интернете вам сейчас скажу а вы пожалуйста прокомментируйте то что у вас будет на душе ну и вы что захотите скажите и вот четыре пункта первый у быкова и он об этом прямо сказал есть мечта жизни и желание написать книгу о герое власове второе что в россии сср сорок первом сорок пятом году была не великая отечественная война а гражданская война потому что по его мнению половина если не было больше людей ненавидели советскую власть и в общем то это была гражданская война поэтому так много предателей которых мы называем предатели они так сказать борцами за свободу третий сегодня быть патриотом говорит быков значит быть русофобом но четвертое гитлер оказывается собирался освободить россию потом прямо так и всяких там завуалированных моментов очень прям освободить и гитлер добился в россии той или иной популярности говорит быков если бы его главной задачей не было бы истребление истребление евреев и цыган вот такая вот штука что можно на это понятно что очевидно что можно на это сказать удивительно что этого этот человек еще живой ходит таскать по нашей земле можно сказать что таких советов остальным время повесили бы правильно сделали я более того скажу и враги то что вот они ненавидят россии ненавидят народ ненавидят трудящихся они на самом деле они звали этого самого гитлера они ждали когда он придет они изменники родины и поэтому и никакой другой судьбы быть не должно быть только смерть и пусть она причем он он заслуживает смертной казни у меня у нас был на кафедре один товарищ уже заслуженный деятель науки он говорил так кто вот поднимает руку на человека или на свою страну он уже вышел за рамки человеческого то что человек это это же высшее разумное общественное животное если человек хочет поубивать и уничтожить то что его породило поэтому этот человек подлежит уничтожение потому что он уже не соответствует понятию человека вот они понятию человека не сайта звери и с этими дикими зверями как говорится как говорил ленин расплавляться нужно беспощадно всякое нежниче всякое сентиментальниче не по отношению к ним было бы величайшим преступлением перед социализмом и вот так а и без этого то есть либо если жизнь показала еще раз подтвердила вы не будете вот сейчас вот просто взяли убили девочку вот тут там убили женщину они же знаешь эти убийцы сейчас знаю что их их убьют а надо чтобы убийцы знали что их точно найдут и убьют вот поэтому они запустили в девяностые годы такую в том числе эту ложь что якобы смертная казнь она ничего не решает все равно кто хочет совершить преступление совершат но в общем все как раз делали для себя а вот огородили школу мог человек идет с лесенкой поставил к этой ограде и перелез как кто там один а два охранника поэтому сегодня можно пойти застрелить расстрелять кого угодно поэтому и что мы это это люди которых вы никакими аргументами разложившихся уже которые вне общества встали и вы не остановите кроме одних этих людей нужно смертной казни приговаривать и катить и во всех пальцах смертная казнь есть и в америке она есть а у нас видите нет это в швейцарии я понимаю ли в кассу стоят если вы в кассу стоите я за вами все на ругаться вот вы пройдете денежки получите я за вами получу а вот если это люди у нас такими вещами занимается убийство ну как как это можно допустить и надо чтобы боялись вот за смертную казнь выступает например товарищ председатель следственного комитета товарищ бастрыкин я его хорошо знаю он был замсектора парткома по идеологии в нашем университете а я там был замсектора портбюро на экономическом факультете виситут повышение квалификации он староста был группы который учился путин то есть он то его несколько раз пытались взорвать а для этого нужно было один взрыв там он пойдет и там дорогой и вот так чудом он еще сохранился то есть люди так сказать на самом деле воюют против и не только при социализме и при капитализме воюют тех кто является порядочным то является защитником людей граждан народа поэтому да я думаю что после вот этой всех событий которые мы наблюдаем немножко по-другому будет развиваться дела люди дали нас тут нет не надо миндальничать абсолютно уже дальше терпеть и это невозможно и неправильно и кстати здесь я еще хочу что сказать что вот я считаю что абсолютно правильно при товарища сталине и вот после великой отечественной войны предателей предатели вешали не расстреливали а вешали потому что не достоин такой человек нич нелюдь не достойно пули как солдат правильно то есть это абсолютно считаю справедливо и давайте в этой связи ради после войны есть памятник калинину недалеко в калининском районе и у нас после войны оставили автомобили и повесили этих самых фашистских преступников которые здесь вот геноцид делали даже здесь люди ведь умирали вымирали страшное было страшное было время кстати работали выпускали танки выпускали снаряды продолжала хотя транспорт не ходил ходили пешком мать меня росла пешком два часа на работу 2 часа с работы рыли окопы слабо как-то сдержать это самое наступление танковое лиц то есть жизнь очень суровые поэтому были люди которые понимали что на суровые суровые меры применяли если вы будете миндальничать значит будет обычные нормальные люди пропадать их вот убивать и они просто хохочут они знают что с ними ничего не сделают вы будете потом у нас будут брать налоги с вас и 30 лет будут кормить поить этих самых на которых тратится на каждого тридцать тысяч тех кто сидит тюрьме пожизненно они убили 100 человек да и знаете наверное стоит здесь поскольку право вот вроде бы но как сказать нашего соотечественника быкова вот мы поговорили немного да а был такой немец и он пошел в армию его забрали по призыву но вроде как фашист зовут его звали фриц шменкель и вот этот человек сын своего отца который был членом коммунистической партии германии он сказал ну сначала он протестовала когда война вторая мировая в тридцать девятом году началась он его призвали он не пошел ему дали два года тюрьмы он отсидела в сорок первом году когда на советский союз немцы напали он пошел он подумал а я ну можно правда ну как пропасть ни за что я вот перейду на сторону советской армии и могу сделать для спасения и человечества и своего же народа нормальных людей многое и вот он стал героем советского союза кавалером многих других орденов он отдал свою жизнь потому что нашелся предатель и сдал его и фашисты его расстреляли в честь него названы ну улица в двух городах не лидово и белая тверская область вот рядом со мной я в сковской области а это рядом и в минске памятник баррель стоит ему так что были такие люди которые прекрасно все понимали а были такие как были такие как быков подонки которые понимаете хуже врага юрий андреевич хочу еще такой пример привести я вот когда был на экономическом факультете у нас там были фронтовики соавтор мой был моисеенко николай андреевич командир полка катюш первая наступательная операция в тихвине была проведена и был полковник и был там миша алексеев партизан маленький такой вот он рассказывал что они партизан или у них партизане был один немец коммунист и они под новый год и значит остановили там машину значит поубивали этих самых фашистов сели в эту машину и поехали получать к новому году подарки и вот они приезжают значит эти суровые такие все партизаны в немецкой форме все и этот в немецкой форме немец и он начинает этим разговаривать с ними с теми кто должны выдать волку как это в десять раз больше дать не одна бутылка шампанского 10 бутылок там не колбасы не один килограмм 10 килограмм а тот по-немецки на них как понес а все сразу скинули другие немцы как бы в кавычках немцы все остальные русские партизаны в немецкой форме скинули и в общем загрузились и отлично отпраздновали новый год то есть конечно были люди искать и были в германии есть германии будут германии там же коммунистов то посадили же в тюрьму они же пострадали за это дело так надо между прочим не сплетни всякие собирать и распространять а вот думать о том как быть похожи на этих людей которые но в тяжелых были условия но не продали не свою идею и своего сказать будущее всего человечества а ведь видите как наши но вернее не на наши их вот эти вот предатели враги и нынешние тоже поступают они берут единые случаи возводят в ранг якобы явление масштабируя его в тех так сказать объемах которых не было никогда у нас же любит вот тот же солженицын начал он чего по моему с 50 миллионов до расстрелянных сказать или там 60 хотя реально за 25 лет ну там с 30 какого начала с 20 конца двадцатого года до 53 было всего известно официально 600 чем-то включая уголовников преступников разного рода и так далее ничего не им все равно повторяют и тем не менее одну и ту же а абсолютно миха лачать к вам есть какой все-таки вопрос в связи с вот с чего мы начали про мифы великой отечественной войны если можно если вы конечно хотите вот буквально пару слов хотя бы про так сказать претензию которые в умах и на нормальных людей как но как же как же вот командный состав все-таки ведь почистили расстреляли некому было командовать грамотных специалистов не было если бы нам так у нас также почистили командный состав партии в 1900 до 56 года мы бы тоже жили сейчас пробивающих как как вот успешно если не почистили командный состав то у нас бы таких таких как вот предатели которые как вот как павлов например павлов было бы очень много поэтому я а как вы думаете посмотрите сейчас если у нас было восемнадцать шестьдесятых миллионов членов партии где они это что настоящий члены партии их ради кто нить выгнал почему они не борются у нас есть вот рабочая партия россии мы искать занимаем нас никто тронуть нет нет не трогать потому что потому что в конституции наши не записано господство никакой идеологии считайте что коммунистическое у нас господствующие ну так не надо сплетни собирать возводить в адрес идеологии то есть это вот люди сказать как нищие вот им какая-то дрянь какую-то дают они эту дрянь таскать отряхивают и грызут так и вот эти люди собирают всякие сплетни которые выдумывают специально бушкова например он не коммунист по себе он считает что сталин это красный монарх то есть человек который мощный создал империю и так далее но он эти разбирает эти вот сплетни и смеется над ними ну как вам как можно вообще такому верить на то что а то что при социализме есть противоречие у меня на эту тему диссертация написано раз есть противоречие есть противоположные тенденции значит если есть противоположные тенденции то есть враги социализма которые те которые стоят на этой почве и мы с этим и сними врагами будем бороться в течение всей первой фазы коммунизма даже когда его построим когда построим поэтому представление о том что это что это социализм это вот бывшая фаза коммунизма когда все польется полным потоком и это не научная исторически неверная и ложное совершенно представление на такой почве нельзя ни в чем разобраться и никуда пойти а я для наших зрителей хочу дать такую справку что с михаил васильевичем было у нас пять встреч видео есть и ссылки на них оставлю как раз по противоречиям социализма то есть где михаил василь все подробно рассказал настолько что дополнительных каких-то и не требуется кабец пояснений на эту тему я да я знаете хочу что здесь сказать вот единственное как пример один но такой масштабный крупного лица вот был такой генерал павлов командующий западным фронтом да и вот что зачитаю про специально по для нашей передачи встречи я сделал выдержку себе западный фронт под командованием генерал армии павлова но это вот тот кто в первые дни войны что в результате получилось потерял 418 тысяч человек из 625 тысяч 3188 танков 1830 орудий из 44 дивизий западного фронта в окружении попало 32 все по вине того кто не подготовил и указание сталина подготовки который был кстати указ заранее разослан за несколько дня он с бабами извините в кинотеатре всю ночь в этот день это сказать шлялся в суки пьянствовал так знаете что товарищ так сказать из морских военных сил он все подготовил и там ничего этого не произошло вот вот абсолютно абсолютно на флоте у нас совершенно другая была картина и вот а ведь этот фронт то был какой главный удар то пока был именно там а что в итоге а в итоге вот смотрите попали в погибли или получили тяжелые ранее 34 генерала кстати это ведь тоже не шутка на значит а это факты ну о которых как говорится вот на которые надо как рассылаться и пояснять людям и это да глава главный виновник разгрома западного фронта а поэтому так немцы немцы быстро и пошли линия сталина было по я вот на ней было при белоруссии это начало проходит это великолепное сооружение но они-то оказались по вине павлова пустые боеприпасы не подвезены части значит друг с другом сообщения нет и так далее не было подготовки они были с криком прошлись а если сломать если бы не расстреляли павлова могли про как цепь могла бы пойти дальше другие также это война настоящая страшная война людей не скоро это осознали это в 44 43 году году осознали чтобы для того чтобы пойти и победить еще нам год как минимум придется сражаться то есть так вот запросто вся европа я вот засчитал не случайно сотни тысяч миллионы прибавлены или немецким войскам лет или что вы так просто с этим сладитесь и вы думаете будете обвинять таскать того кто собственно говоря централизовал все и возглавил все это дело и довел до победы кто довел до мавели алина любит у нас вода мерками сегодняшнего дня вот сил ну еще чуть-чуть вчерашнего дня судить о прошлом говорят сидя сидя спокойно в кресле и так сказать вот смотря телевизор время было суровое время было жестокое к нам пришли так сказать для того чтобы уничтожить нас так сказать и меры принимать надо было моментально поэтому тот же приказ сталина 270 до об ответственности военнослужащих но задачу в плен и оставление оружия врагу был совершенно сорок первом году когда ситуация была очень тяжелый справедлив и правилен потом отменили уже так сказать более лояльно ну вернее стали относиться к этому но в плен кстати говоря о плене у нас такого не было это ложь что автоматически все кто в плен попал и был лагерях немецких считались врагами совершенно тут как раз вот у меня такое положение сказать поскольку у меня все родственники то были какие-то для вот один только в сфере науки оказался брат был брат моего отца михаил его зовут он был в плену не что вот он пришел из плена естественно всех кто пришел проверяли но проверили он стал работать каталем на заводе кирпичном заводе красная и он катал скатил барже здоровый такой катал туда кирпичи на на тачке с одним колесом мой отец пробовал поднять это просто приподнять нему вот поэтому скажем когда мне начинают про это рассказывать что пленных не пускали я не знаю может их правительство не пускали но насчет того чтобы на завод не пускали идите и работайте я знаете более того скажу миф взялся откуда что вот были такие действительно лагеря мквд да но через них прошло всего 320 тысяч военнослужащих которые там проверяли причем они там отдыхали и там лечили их и всего 4 процента из этих 320 тысяч это я вот вы выписал справки всего 4 процента из них после проверки и выяснения обстоятельств были арестованы ну дальше было следствие и так далее остальных отпускали причем некоторые знаете что самое интересное что из этих людей которые прошли проверку некоторые даже войска нквд пошли это например вот из этих же людей которые были в плену то есть даже так они то что нам говорят что это людей даже на работу нормально не брали и так далее а 7 июля например 45 года вообще вышел указ об амнистии но связи с победой и уже после этого вообще не проверяли даже я вам более того скажут говоря о сталине как некоторые представляют и до сих пор верят этим всем сказать познером быковым и звонит за ежесними о том что тиран там и так далее вы знаете вот даже тех вот этих лесных братьев бандеровцев которых при сталине чем я вот поражаюсь надо было расстрелять но многих не расстреляли посадили хрущев выпустил пошли и ну там дальше понятно что при хрущеве они на ответственные должности пошли в обкомы и то что вот началось это все следствие тех еще хрущевских вот этих вот амнистий но вот при сталине то есть насколько он был мягок и либерален в каком смысле в этом говоря что даже не расстреляли и самых отъявленных бандитов и врагов советского строя а сейчас бы сделать комиссию или проверять на антикоммунизм сколько мы набрали антикоммунистов ох много вот из тех которые слушают всяких под кулачников евро и врагов россии сколько бы набралось я думаю что это был большая проблема а вот поэтому без государства которые между прочим машина насилия которые за эти просто не просто так сказать слушает болтовню а который ведет линию на прогресс на на развитие всех членов общества ведь выбросили это из программы партии что обеспечение полного благосостояния свободно все стороны просто все более полное удовлетворение потребностей хочешь картошки больше съешь больше картошки вот и все вот чем все записал вручок обзор это вот как вот вот абсолютно если так можно образно сказать многие смотрели от советский мультфильм что казнить нельзя помиловать вот одна запятая как смысл меняется и вот так вот выкидывая слова за слово фраза за фразой меняется смысл порой просто даже на противоположные иногда сейчас например казнить нельзя помиловать надо конечно казнить убийц обязательно нельзя помиловать потому что это значит вы гарантирует вот новые убийства причем чем перед убийцами мы вот обычные люди обычные люди обычные граждане они с оружием они собираются на суд а мы что можем сделать а нас государство не защищает государство горит если все-таки тебя убьют то я вашего убийцу не дам расстрелять вот мы остановились так получать и вот государство защищает наших убийц да а кстати насчет ржевого вот некоторые говорят знаете как чуть ли не вину вот трупами закидали могут искать так нельзя было как надо было чтобы москву взяли или чтобы сталинград ведь ржев оттягивал гигантские войска от сталинграда она а это нефть и дальше нефть и цель кавказа и все остальное это у нас же есть итоги война это вещи очень тяжелые примерные потери наших солдат и солдат немецких поставила сопоставим а но еще но еще 20 сколько у нас 27 миллионов вот еще 20 миллионов это те которые фашисты убили конечно граждан вот чем разница доска тут а чего вы меряете потому что нельзя вы схватить какой-то один момент в одном месте больше гибнет другом меньше меньше и никакой равномерности на фронте не может быть даже в строительстве не может быть а вы думаете что может быть на фронте во время войны никто и не знал куда тот предполагал что до войны дойдут до москвы до москвы дошли ну а мы в это время что передвигали промышленность и увеличивали увеличивали увеличили количество наших воеприпасов и техники военные причем познаете михаил что интересно вот например до 41 года считалось что вот на железные дороги наши советские которые были построены к тому времени но вот способны перевести определенное количество тоннаж груза да ну скажем но в экстренных ситуациях процентов на 5 на 10 можно больше благодаря каким-то манипуляциям и грамотным так вот оказалось что жизнь показала что мы 400 процентов больше смогли перевозить то есть вот когда вроде бы нельзя надо вот находятся так надо еще изучать я вот знаю что есть такие книги история социалистической экономики в ссср всем всем тому вот они еще не прочитаны они еще не изучены у нас не изучают сказать то что было сделано 30 год а то великое что было сделано это великое хотят не разбираясь не изучая забросать обеими грязи и поэтому это вот надоело слушать причем это все из экранов было телевидение в телевидении с экранов телевидения меньше стало но в интернете теперь вот эти блогеры их много можно набрать этих говорящих голов они будут выплескивать все время сюда вот михаил васевич хочу сказать и даже больше для наших зрителей вот у меня есть такая уникальная книга вот посмотрите а семнадцатый съезд я вот вам докладываю чтобы сказать можно было отчитаться что мы вот с одним коллегой обсудили все тома произведения ленина все тома красиво за по 18 тонн так что вы можете зайти на академию смыслов лоббева и посмотреть там обсуждение всех томов сталина кстати да мы эти ссылки обязательно оставим но чем уникальна эта книга что она это доклад сталина доклад сталина это был 34 год а выдающихся уже к тому моменту достижения в советской промышленности и не только даже сельское хозяйство уже тоже стала делать успехи к тому времени причем кто я тут внимательно ознакомился что товарищ сталин говорит что будет ближайшие годы но исходя из тенденции развития того же сельского хозяйства все сбылось абсолютно то есть потому что это чистая наука и расчеты все было так так вот здесь мы видим во первых как тогда когда кризис капиталистических систем после кризисов 13-20-х годов например спад идет или такая стагнация то у нас на почти 400 процентов спрос промышленности рост до не бывалый рост 3 процентов и вот и и и и и самое главное почему она уникальная говорю и это абсолютно так потому что здесь все снабжено около 100 здесь картинок графиков очень простых для простого человека понимания потому что вот если прочесть всего лишь вот эту тоненькую книгу станет столько все настолько понятно что так сказать даже самый человек который не имеет во-первых время или там лень вот он уже поймет очень много я знаете что я думаю сделаю я потом наверное эту книгу мы отсканируем опубликуем или я сделаю по ней даже отдельное видео потому что это вот значит но у меня в соответствии с этим еще вот такое предложение вот есть такой совет у меня то в экономике или политике верит на слово тот круглый дурак теперь значит тому вот вы книги достаете и правильно делаете потому что люди которые просто верят в политике это такая сфера где у вас до качевака и буржуазная политику на свет вы где живете мы живем с вами в буржуазном обществе где ухать на это ложь главная ложь а истина пробивается она еще не и и не закроешь и так далее я другие варианты я ленина подряд прочитал все другой вариант такой кто в экономике или в политике верит на слово тот круглый идиот то есть один вариант дурак а другой вариант идиот и других вариантов нету поэтому я хочу обратиться к зрителям читателям и слушателям одним предложением не берите вы это все то что вам говорят за истину проверяйте есть документы могу сказать что у нас в отношении документов исторических фактов и так далее дело обстоит нормально не не скрывается публикуется и публикуется все больше и больше поэтому можно это найти и это можно посмотреть на слово верить нельзя поэтому вот эти товарищи которые задавали нам такие вопросы странного ты они жертва данном случае жертва того что они как в советское время вот услышали может где-то услышали от средствах массовой информации тебе верить ему или нельзя правильно расчет расчет просто идет на то у них расчет что люди но действительно поставлены сейчас такие условия что вот с работы домой и двойная работа тройной времени нет устали не до этого и они не изучат и поэтому не узнают правду поэтому нужно стремиться сейчас знаете к чему чтобы как можно за меньший объем времени дать максимальный такой объем информации важной самой сути чтобы человек уже по что не все так о чем ему говорят что он увидел факты и захотел потом можно из ведь уже и глубоко если есть какие-то сомнения потому что действительно как вы правильно сказали все на поверхности лежит и архивные данные и книги вот пластинки о которых мы с михаил осечен говорили вот у меня есть а чтобы это звучало что можно было вот набрать и включить вот это было вот это да я еще хочу сказать что вот сейчас некоторые люди вместо знаний говорят информации информации очень много информация до упорядоченности а как упорядочность как ложь или как полу ложь и так далее а вот знание вот знание нужны а для знания у нас все больше и больше открывается этих знаний и поэтому человек который хочет двигаться путем знаний он пройдет но для этого надо как вот советовал ленин стоять на плечах великих надо читать маркса надо чудо тенгульса на целях ленина надо считать сталина а потом нужно где читать таскать историю изучать основываясь на плечах великих и всех остальных которые не будут на плечах великих стоять обманут и они искать будут какого обманутые люди тратить свои силы и свою жизнь на обогащение негодяев. Ну, абсолютно верно. Поэтому правда лежит на поверхности. Правда, она очень проста. И достаточно не так много времени потратить, чтобы понять, узнать, а дальше человек... А дальше идет истина. У него истина идет. Более глубокая правда. Истина. Истина. Поэтому важны не мнения, должны быть, а знания. А истина тоже противоречива. Она показывает, что в жизни нашей что прогрессивно, что реакционно. И даже в этих высказываниях, что действительно соответствует действительности, а то, что ее искажает и извращает. Ну и совесть, конечно, подскажет человеку, что справедливо, а что нет. Совесть человеческая, неубитая. Чистая. Совесть, да, но это внутренний закон. А внутренний, он связан со внешним. Он под воздействием радио-телевидения, интернета и так далее. Поэтому совесть тоже. Совесть плюс, правда? Давайте мы будем надеяться на знания. Потому что истина не подведет. Истина. Даже вы говорили, что истина, истинно вам говорю. Да, да, да. А истина это соответствие в понятии объекта. От того, что есть на самом деле. В соответствии от того, что говорится, с тем, что есть на самом деле. Вот мы с вами на русском сплошное сплошное. Куча всяких несоответствий, которые нужно разоблачать. Ну, абсолютно верно. То есть, вне зависимости от желаний, мнений и так далее, истина есть истина. Да. Ну что же, Михаил Васильевич, я благодарю вас за эту встречу и надеюсь, что людям она будет очень полезна. Потому что он получился такой у нас разговор не общий, теоретический, о котором вот... Ну, я тоже, так сказать, вот мне 78 лет, и я, значит, какое-то время прожил при социализме с 45-го по 56-й. А потом живу уже при разложении социализма. Теперь при капитализме. Поэтому у меня есть что сравнить. И, так сказать, я не из какой-нибудь особой семьи. Мать у меня учительница, отец у меня работал на заводе выбивщиком литья. С лесарем, потом выбивщиком литья. И умер в 50 лет. Я его пережил на 28 лет. Поэтому я уже тоже, так сказать, имею некоторый опыт жизненный, который позволяет мне сказать по поводу этих вещей, кроме того, что я про это читал, что это гнусное вранье и клевета на нашу страну. И на наш народ, и на рабочий класс, и на колхозное крестьянство, и на наших людей. Да, да, абсолютно. И, Михаилович, знаешь, что в завершении я тут бы хотел сказать, думаю, вы будете не против, а даже рады тому, что я сейчас скажу. Есть такая, дай бог ей здоровья, как говорится, великая наша, гениальная композитор Александра Николаевна Пахматова, да? А, да, величайшая. И вот она-то 20 величайшая, равных в истории человечества, тем более женщин, композиторов просто нет, да. Так вот, и вот Александра Николаевна, я помню интервью, она говорила, ну, а она, я напомню, зрителям 29-го года рождения, то есть она родилась еще до, так сказать, построения коммунизма, и как раз до 36-го года, и прожила весь период существования на стране, вот, как мы с 36-го до 61-го, а дальше, соответственно, вот до сих пор, дай бог, еще там жить и пережить многих. Так вот, она говорил, был у нее в гостях Путин, а она говорит, Владимир Владимирович, вот мы были уже и детьми, хотя, но нас, вот, значит, и переселили, и вот кто подающие надежды, значит, будущих композиторов, она школа, она же была, мало кто знает, вот Моцарт, сколько лет, по-моему, в 5, ну, не помню, в общем, рано, маленьким написал первую симфонию свою, а она в 6 лет, 6 лет. Так вот, она говорит, и государство как заботилось, понимало, война, ну, войной, и понятно, но будет жизнь продолжаться, и нам нужно по всем, так сказать, пунктам жизнь дальше строить, и, соответственно, большие деньги и труд затрачивал на то, чтобы не останавливать никакую сферу жизни, вот, человеческой, и тем более культуры. И вот он говорит, да, 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 видимо, государство так заботилось и так далее. Ну, вот, собственно говоря, есть и такие живые примеры, великие люди еще, которые живут, то есть наши современники, вот, и Николай Николаевич Добронравов, супруг Александра Николаевны, да, так что вот... Ну, я тут хочу, так сказать, напомнить, что мы записываем эту передачу накануне дня Великой Победы, и я хочу сказать, что историческое значение этой Победы не только в том, что мы победили, так сказать, тех, кто напал на нашу страну, на наш народ. Эта Победа говорит о том, что можно и нужно разбивать тех, кто представляет собой оплот реакции. Сейчас мы тоже имеем дело с фашизмом, с американским фашизмом во внешней политике, и он будет разбит, хотя и у нас и некоторые отступления сделаны, но я думаю, что и у нас дело все равно придет к социализму и к полному гуманизму. Мы, так сказать, в это не просто верим, мы знаем, что другой дороги нет. И нам блокироваться приходится с Китаем, с КНДР, в которой построен социализм. Я там был, это отдельный разговор. Как там? Хорошо. Там очень хорошо. Я там был руководителем делегации и видел, как первые секретари месяц в году неосвобожденными работают в колхозе и получают то, что получают все остальные. Вместе с ними в воду эти самые саженцы, риса сажают и так далее. То есть, вот нам есть на что. У нас уже образовался очень большой фронт социалистических стран. Поэтому мы не так себя можем вести, как мы окружены капиталистическими, империалистическими странами. Китай – это больше, чем миллиард. Поэтому… А мы им помогали, и они это не забыли. Абсолютно. Так что мы можем быть в этом смысле спокойны, мы, так сказать, идем правильной дорогой. и поэтому у нас в стране, несмотря на все эти попытки, антикоммунизма, как государственного антикоммунизма, нет. Да, я считаю вообще, что есть действительно два пути у человечества, вернее, конечных таких, ну, или коммунизм, или, может быть, скорее всего, крах вообще и окончание жизни на планете. Просто вот так вот можно вопрос настоящий. Потому что все время он будет так качаться, пока не будет ликвидирован империализм. Они не успокоятся никогда, никогда не успокоятся. Тут полная окончательная победа и действительно человеческий судеб. Было бы 80 миллиардов, может, вы тоже бы не успокоились. И я бы, может, не успокоился. Да. Но мы не завидуем, мы же не завидуем. Мы, если есть что, мы тратим это на прогресс. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Да. Ну, об этом мы еще, конечно, Михаил Васильевич, я думаю, с вами поговорим и не раз на разные темы важные, необходимые и насущные. Хорошо. Ну что ж, благодарю вас за эту встречу. Спасибо за вашу инициативу. И мне очень приятно, что мы какие-то хорошие слова сказали по поводу тех, кто нас защитил от фашизма. Да. И вот. Поэтому 9 мая это великий праздник не только советского, но и мировой праздник рабочего класса. это победа сил социализма над фашизмом. Абсолютно. Вот и не правильно. Ну что ж, всего хорошего и до новых встреч. Спасибо. С праздником. С праздником.